В октябре в школах Славянского района, как и везде на Кубани, завершилась избирательная кампания и состоялось прямое тайное голосование. Выборы были вполне серьезные, их процедура строга и соблюдалась до мелочей. Учащиеся из предложенных кандидатур выбирали лидеров школьного самоуправления. И вот эти самые активные ребята пришли к главе района, чтобы поговорить о важных для них вопросах. Первое заседание ученического совета при главе Славянского района – событие для ребят очень важное и волнительное. Лидеры школьного самоуправления уже вошли в суть нужной ответственной общественной работы в своих образовательных учреждениях. Конечно, им необходимы одобрения и поддержка от руководства школ и от администрации района. Уже с первых минут общения ребята почувствовали, что здесь им рады и искренне желают успеха. Жизнь очень многогранная, вопросы очень разные, поэтому уметь общаться, уметь отставить свою позицию, становиться мудрым, как мы говорим, это очень важно. Поэтому я поддерживаю ваше решение. Дорогие друзья, еще раз я рад, что именно вы сегодня руководите, помогаете нашим директорам школ управлять движением, которое в школе происходит. С докладом о проделанной работе выступила бывший председатель ученического совета при главе района Олеся Загорулько. За минувший год было проведено немало интересных мероприятий, есть что вспомнить. Для выборов нового лидера ученического совета района несколько ребят предложили свои кандидатуры. Они кратко рассказали о себе, поделились своими планами на будущее в случае избрания на эту должность. Председателя выбирали открытым голосованием. Уверенную победу одержал Сергей Шевцов из 17-й школы. У меня очень хорошая команда. Мы молодые, мы активные. И такая задача должна ложиться именно на плечи молодых, которые готовы трудиться, работать и улучшать состояние нашего города, района. В каждой школе проведет мероприятие. У нас много идей, у каждого здесь присутствующего были много идей, и они будут выслушаны. По результатам голосования второе место заняла Евгения Самоходкина из 25-й школы. Она и стала заместителем председателя совета. Я постараюсь реализовать свои проекты, помочь другим, также моим друзьям тоже реализовать свои проекты. Но больше буду уделять внимание военно-патриотической направленности, так как я считаю, что наши, ну, как бы не должны российские люди забывать войну. Всем членам ученического совета Славянского района были вручены специальные удостоверения. Ребята, конечно, будут работать при содействии заинтересованных районных служб. Ребята все целеустремленные, яркие, классные. С ними будет классно работать, я это уже вижу. Они горят желанием не только работать, но творить, реализовывать идеи. Конечно, в свою очередь мы со стороны проблем по делам молодежи будем содействовать им. Но я думаю, мы вместе свернем горы. Заседание ученического совета завершилось на оптимистической ноте. И совместное фотографирование с главой Славянского района еще больше подняло настроение у ребят. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».